В рамках форума работает выставка информационных технологий. Своей разработкой представили более 30 компаний. В их числе нейросети для бизнеса, госуслуг, цифровые решения для медицины и образования. Стенды осмотрели замгубернатора Владимир Сысоев и глава города Руслан Кухарук. Особый интерес вызвала умная остановка. Ее установили прямо на площадке. Здесь есть информация о времени прибытия транспорта, функция составления маршрута, вызова такси. Также имеется Wi-Fi, зарядка для гаджетов и видеонаблюдение. Как говорят разработчики, умная остановка вовсе не утопия. Похожий в рамках концессионного соглашения между администрацией и Ростелекомом, установленный в Нижнем Новгороде. Каждому остановочному комплексу должен быть проложен достаточно серьезный канал связи. Установлено несколько видеокамер, установлено несколько панелей. Интегрировано с порталом Тюменского городского транспорта, чтобы адекватную информацию о транспорте получать, когда прибудет тот или иной маршрут. Ну и с геоподосновой. Управление Тюменским общественным транспортом входит в систему «Умный город». На выставке можно узнать, что из себя представляет этот проект. Также здесь представлены относительно новые сервисы. Это, например, информирование жителей об авариях и плановых отключениях через портал «Наш дом». На сегодняшний день «Умный город» – это, прежде всего, все-таки город тех людей, которые живут на этой территории. И, наверное, такое еще одно существенное дополнение, существенное направление, которое мы развиваем, это непосредственно управление городом при принятии решений по благоустройству комфортной городской среды, при определении тех пространств, которые должны быть благоустроены, при определении его содержания и начинки. Редактор субтитров А.Семкин